Здрасте, я смотрю, все такие нежные донные розы фиалки, никогда ничего такого не делали, все кушают как принцессы. Я вроде в комментах помечала, что у меня опущенный желудок, и в принципе это естественно, и оно реагирует так на некоторые продукты, не на все. Ой, простите, не знала, что у меня желудок будет реагировать на этот суп, надо было поставить заранее на паузу. Я ведь не знаю, это, ну да, я еще услышала там слово, вас никто не заставлял, ребят, если вам так ничего не нравится, ну не оставляйте запросы, я их просто не буду выполнять. Канал заглохнет, и я спокойно займусь своими делами. В принципе, ютуб я частично воспринимаю как хобби. Вот когда-то в 2009 году, когда я с Глебом начала общаться, и он там зарегился на твиттере, и там сидел Медведев, который тот самый бывший президент, или кто он сейчас у нас, премьер-министр, да, вот этот. Вот, я даже не помню, какой Дима Медведев, да, Дмитрий Медведев, отчество не помню. Анатольевич? Да, Дмитрий Анатольевич, точно так же, как у Митя, отчество. И он сидел, значит, Глебушка с ним трепалась, и он мне тогда предложил, о, зарегся в твиттере, там, то-се, я там сижу, тыры-пыры. И я тупо воспринимаю вот так же ютуб, все эти видео, как твиттер. Ну, вот сейчас мне это интересно, сейчас я с вами общаюсь. Ну, если вы такие нервные, пожалуйста, больше никаких запросов не оставляйте. И еще, да, вы, конечно, никогда не рыгаете, я там кому-то в комментариях объяснила. Но нет, вам же сложно читать комментарии, вам лучше кольнуть, конечно, мы же умные, я в курсе, что в интернете могут послать нахуй. Ой, знаете, сказала слово матом, дети, отойдите от экрана, а то вдруг помрете. И да, еще вот что, ну да, что там еще-то было, если вы, допустим, икаете, о, а, еще что-то читала, там нельзя сморкаться в камеру, ой. Если я вдруг случайно чихну, то все, писец, помрет пол, не знаю, мира земного, увидев это. Еще что, рыгаю в камеру. Рыгают вообще-то с открытым горлом, ртом и громко. Я довольно, так сказать, тихо и с закрытым ртом. И даже приглушаю это на камере. Наверное, надо было перезаписать. Люди, вы просили пожрать на камеру, я не знаю, как жрут на камеру. Не кушают, именно жрут. Я себя пересилила, как сказала мне Наташа, в личке, и пожрала на вашу камеру. Что вы, блин, от меня еще хотите? Да, я сижу в розовом халате, сейчас будет у кого-то барт-херт, загорится попочка, посыплются камен, ты, ты не накрашенная, у тебя волосы грязные. Да, еще предупрежу, я еще не дошла до умывалки, я только чисто просто лицо водой умыла. Но почитала все ваши высеры, ладно, именно высеры тех, кто вот высирал, и остальные комментарии, меняемые в личке, я еще даже на ютуб не зашла. Поохреневала и решила записать видео. И да, кстати, я, конечно, думала записать какие-нибудь обзоры, но знаете, даже я могу обидеться. Я там сквозь пальцы смотрю на всякое говно. Если вас что-то так сильно напрягает, ну, отпишивайтесь от моего канала, не смотрите, а? Я вас не заставляю, еще раз повторяю, не заставляю. Как же мне там кто-то сказал, не приказывай, да, я вам не приказываю меня смотреть. Я в пятницу собираюсь в деревню, сегодня я собираюсь сходить в магазин, позакупиться продуктами для дачи. Не знаю, буду ли я что-то снимать до пятницы, хотя время у меня есть. Или займусь чем-то другим. А, еще мне Аленка говорила, что люди на ютубе любят ненависть. Вот у меня тут такое все суперэмоциональное видео. Ну, не ненависть, конечно, но... Короче, если вы вдруг осилили это до конца, И да, там этот котик, писец который, знаешь, в открытую говорить, что читаешь Насиков, а потом что-то ко мне подлизываться, а потом говорить, ой, что-то там в стиле мата у тебя там это... Так ты сделала, вот я сяду в туалете и буду срать. Так солнце мое, сядь в туалете, сри и снимай на камеру. Кто-нибудь обязательно будет смотреть. Все, до новых встреч, если они будут еще. Все, до новых встреч.